Здравствуйте! С вами программа День города и я Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Павел Малков подвел итоги очередного прямого эфира жителей региона. Вопросов поднять удалось много. Поселок Шпало-Завода будет застроен. Решение о реализации проекта окончательно приняла Елена Сорокина. Международный театральный фестиваль в Мурманске принес награды рязанцам о результатах конкурса далее. С 30 ноября исполняющим обязанности ректора Рязанского государственного университета имени Есенина назначен Игорь Александрович Мурок. Об этом губернатор региона Павел Малков сообщил в своих соцсетях сегодня. Цитата. Предстоит большая работа. Один из ведущих университетов региона должен подтвердить свой статус и взять курс на новое развитие. Конец цитаты. Игорь Мурок 30 лет посвятил военной службе, затем стал политиком. Депутат Рязанской областной думы 6 и 7 созывов, в прошлом заместитель губернатора и председателя правительства Челябинской области. С 2015 года до настоящего времени занимал пост директора политеха. На сегодняшнем заседании регионального правительства губернатор Павел Малков подвел итоги своего прямого эфира в социальных сетях и проверил исполнение поручений. Подробности далее. Пятничный масштабный прямой эфир с жителями области, по словам Павла Малкова, сразу обозначил несколько тематических направлений, по которым работать нужно прямо сейчас. Например, недостаточно правильно выстроенная информационная работа в Ластевской пине по вопросу ремонта водопровода заставила министра ТЭК и ЖКХ Дмитрия Устинова лично разбираться в проблеме. А ведь всего лишь стоило просто четко информировать население. Последний врезок трубопроводов ожидается на 7 декабря. После этого эти участки будут полностью введены в работу, на них отключения не произойдут с ним. Коллеги, много раз об этом говорил, еще раз повторяю, замечания по информированию, доводите информацию до людей. Если что-то делается, когда делается, в какие сроки будут завершены работы. Дорожный ремонт – еще одна тема, которая сегодня приоритетна для власти. Ряжский путепровод от Солочинского моста далеко, но проблемы схожи. Масштабно реконструировать по закону нельзя, а текущее латание делать просто необходимо. Либо мы договоримся с застройщиком и выкупим путепровод, и он станет тогда основной транспортной артерией. Либо мы должны привести вот этот объездной путь в безупречные состояния. К весне мы должны определиться, но до весны просьба поддерживать этот объект в максимально возможном качественном состоянии. Вот как погода позволяет, какой ремонт сейчас проводить, постоянно за ним следить. Так же, как мы с вами договорились по Солочинскому мосту. Там постоянно появляются ямы, мы это видим. Впрочем, по Солочинскому мосту суды все еще впереди. Возможно, в эту же правовую плоскость перейдет и деятельность регионального фонда капитального ремонта. Его куратор Артем Бранов выбирать выражение не стал и назвал работу властей на местах и министерства настоящим провалом. У нас в Рязани сейчас шесть домов стоят вообще с раскрытыми крышами. На наше счастье такая хорошая погода дает возможность. Мы сменили подрядчика. Был подрядчик городской МУП РСУ номер один. И по этим домам там все на личном контроле. Ближайшие две-две с половиной недели кровли закроем. Но там на самом деле системные проблемы. Там помимо этих домов еще есть порядка 30 домов в городе, по которым есть вопросы. Эти вопросы Павел Малков предложил поизучать правоохранительным органам с подключением прокуратуры и Следственного комитета. Претензии к фонду капремонта действительно сегодня поднакопилось. В прошедшую пятницу заседание городского общественного совета посетила мэр Елена Сорокина. Не просто так. Глава администрации выступила с важным докладом. Речь шла о судьбе территории бывшего шпалопропиточного завода в Борках. Глава администрации Рязани Елена Сорокина разрешила застройку территории бывшего шпалопропиточного завода. Своё решение она озвучила в библиотеке Есенина на заседании общественного совета. И подробно аргументировала, на чем она основывалась. Первое, самое важное. Проект застройщика поддержали жители поселков шпалозавода и Борок. С людьми глава мэрии провела несколько встреч. На заседание в пятницу представители поселка тоже пришли. Моё мнение насчёт застройки положительное. Потому что все жители рады до безумия. Потому что мы живём с баллонным газом. Потому что у нас бараки. Прежде чем принять решение разрешить застройку, в администрации города провели полный анализ всех градостроительных документов. И пришли к выводу, что реализация проекта законна. Действующим градостроительными документами, включая нормы права о зонах охраны памятников и ландшафтов, проект строительства не противоречит. В последнее время сама при поддержке специалистов, признанных экспертов, разбиралась в вопросах охранных зон в городе и возможного строительства на территории бывшего шпалозавода, а также тех проектов, которые с этим связаны. Это большой, серьёзный вопрос. Его чувствительность, я бы даже сказала болезненность, я особенно ощутила в ходе своих встреч. Позиция жителей, подтверждённая во время встреч в посёлках шпалозавода и Борок, проекту быть. Проект надо реализовывать. Глава администрации также напомнила об экологической реновации бывшей промышленной зоны. Предлагаемый проект застройки, по её словам, может стать решением давно назревшей проблемы. Разговаривая с теми же подрядчиками, я задавал им тоже вопрос. Это и вывоз негативного накопленного вреда, и возможные какие-то перекрытия, ландшафт, всё остальное. Мы рассмотрели, там в разрезе всё было показано, никаких рисков нет. Вы знаете, моё мнение, что любое решение должно не норму права соблюдать, а именно работать на человека с перспективой развития, учитывать то, что не только сейчас, а через 10 лет будет. И здесь нельзя дублировать какой-то пункт, хотя ни одному пункту не нарочно, просто гипотетически, что если где-то что-то нарушено, там чуть-чуть, даже у суда есть такая позиция, как существенно, либо несущественно. И я как бы даже несущественных нарушений не увидел. Также Елена Сорокина рассказала об инвестициях, которые планируется вложить в развитие посёлков, включая газификацию, строительство социальных объектов, дорог и тротуаров, инженерных сетей, о реализации проекта общедоступной городской набережной и биосферного парка. Эти аргументы стали решающими для принятия мной сегодня положительного решения по реализации проекта в посёлке Шпала-Завода. Постановление подписано, заключила Елена Сорокина. Хотели сорвать куш и скрыться, но не получилось. Рязанские злоумышленники позарились на бытовую технику и, как им казалось, разработали идеальный план кражи. Но их настигла рука правосудия. Подробности далее в сюжете. Как в лучших шпионских фильмах, эта кража произошла с использованием акробатических трюков при помощи верёвок. На улице связи проживал 26-летний паренёк. В какой-то момент он со своим 30-летним другом пристрастился к употреблению синтетических наркотиков. Но деньги на запрещённые вещества быстро закончились. Тогда и решили раздобыть средства уже незаконным образом. Прознали, что соседы их часто не бывают дома. Тогда и решились на отчаянный шаг. А как совершили кражу? Залезли через балкон, спастили на верёвке. На какой этаж залезли? Второй. Устажные здания. Описание-то лишено ярких деталей. В полиции рассказали, как было дело. Один мужчина встал на плечи к другому. Так до балкона второго этажа и дотянулись. Телевизор, чтобы не разбить, спустили на бельевой верёвке. А после продали случайному знакомому. Деньги потратили на наркотики. Пострадавший сосед, не обнаружив телевизор в квартире, обратился в полицию. Оперативники управления уголовного розыска МВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани опросили местных жителей и нашли свидетелей, которые видели двоих мужчин, собирающихся забраться на балкон на втором этаже многоквартирного дома. Полицейские побеседовали со свидетелями и составили описание внешности злоумышленников. По этим словесным портретам оперативники узнали 26-летнего и 30-летнего рязанцев. Ранее они были судимы за хищение и сотрудниками уголовного розыска приходилось с ними сталкиваться. Оперативники этих акробатов нашли быстро. Они скрывались у своих знакомых. Похищенный телевизор также изъяли у случайного покупателя. В настоящий момент следователями следственного подразделения отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани возбуждено уголовное дело по статье кража в отношении злоумышленников. Максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Рязанцы продолжают покупать жилье с помощью эскроу-счета. Напомню, обязательное сопровождение сделок введено еще в июле 2019 года. В этом году объем средств на счетах эскроу в регионе превысил 12 млрд рублей. За 9 месяцев сумма выросла на 62%. А число таких счетов почти на треть. Эскроу-счет – это специальный банковский счет, куда поступают денежные средства дольщиков. Размещаются они там до момента окончания строительства. И ни покупатель, ни застройщик не могут использовать эти деньги до передачи готового жилья или расторжения договора. Все строительные работы проводятся на собственные средства застройщика или кредитные средства, которые он получает в банке. В такой ситуации им выгодно закончить строительство как можно быстрее. Таким образом искореняют проблему обманутых дольщиков. За этот год в Рязани 1143 человека уже получили квартиры в завершенных объектах. При этом почти 2,5 млрд рублей перечислены застройщикам. За 9 месяцев 2022 года более чем вдвое вырос общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных между банками и застройщиками. На 1 октября банки предоставили строительным компаниям порядка 20 млрд рублей на возведение жилья по 38 кредитным линиям. В новостройки рязанцы уже вложили порядка 13 млрд рублей. Эти цифры по состоянию на октябрь 2022. И это на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все это свидетельствует о том, что доверие к эскроу счетам продолжает расти. А обманутыми дольщиками хотят стать далеко не все. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Рязанский театр драмы принял участие в международном театральном фестивале «Арктическая сцена». Уникальное театральное событие за Полярным кругом проходило с 18 по 24 ноября в Мурманске. 22 ноября Рязанский театр драмы представил на суд зрителей и членов жюри спектакль в постановке Дмитрия Акриша «Иванов». Сегодня 22 ноября, и мы в городе-герое Мурманск. Николай Алексеевич! Вы меня слышите? Мне нужно поговорить с вами. Николай Алексеевич! Одна из самых многогранных и неординарных пьес Антона Павловича Чехова актуальна и в наши дни. Герой спектакля «Иванов» и есть самая главная проблема для существования всех остальных персонажей. Он олицетворение проблемы выбора, которая так или иначе встает перед любым человеком ежедневно и ежечасно. Очень сложно мне пытаться. Соснать и понять. Ой, Господь помилуй. Тяжело. Мне вот это было тяжело. Простите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А что? Честный сон. Неужели там будут какие-то причины? Спаси депрессии. По-моему, даже причины... Это было тяжело, которое узнали только в начале 20-го века. Доктор Чехов об этом не знал. По итогам Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена» получили награды в номинациях. Лауреат третьей степени спектакль «Иванов». Рязанский государственный орден. Знак почета. Областной театр драмы. Лучшая мужская роль. Валерий Рыжков за роль Иванова в спектакле «Иванов». Лучшая сценография. Спектакль «Иванов». Рязанский государственный орден. Знак почета. Областной театр драмы. Спектакль, кстати, отметили и на региональном фестивале «Зеркало сцены». Да и Валерий Рыжков получил награду в Рязани. Так что, если еще не ознакомились с этой постановкой, какие доводы нужны, чтобы скорее пойти и посмотреть спектакль? На этом у меня все новости. До свидания. Белорыбеца. Все от производителя. С 28 ноября по 3 декабря. ТЦ Премьер.